Итак, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских командах, выступающих в Еврокубках. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на Санкт-Петербургском Зените, который сегодня сыграет Смаймё в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Ну и в преддверии данной встречи мне стало интересно, что там пишут иностранные болельщики касательно данной игры и касательно перспектив Зенита. Давайте разберемся. Я зашел на официальный Facebook Мальмё и другие соцсети данного клуба и подобрал здесь самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят! Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Йохан Франсен написал, если бы этот матч состоялся чуточку раньше, я бы поверил в возможность успеха. Но сейчас мы на спаде. Мы даже в Швеции перестали стабильно побеждать. Чего уж там говорить о Лиге Чемпионов. Зенит сейчас наголову сильнее нас. Ну что ж, вот такое мнение. И действительно, последнее время у Мальмё наметились определенные проблемы. У них всего три победы в восьми последних турах шведской лиги, поэтому есть о чем призадуматься скандинавским фанатам. Симон Эрландсон написал, мне кажется, что Зенит сейчас особенно опасен. Команда на подъеме в своем чемпионате. Травмированных игроков почти нет. У нас же куча проблем и много травмированных. Шансов мало. Ну, есть травмы у соперника. Там и футболист сборной Дании Кнутсен, и легендарный Ола Тойване. Но все-таки у Зенита тоже есть неприятности. И состав Зенита тоже далек от оптимального. Оскар Андерсон написал, у них в составе есть такие звезды, как Ловрен, Малком, Клаудиньо, а также целый ряд других футболистов. И что мы можем противопоставить этому великолепию? Ну, не знаю, посмотрим. Не всегда фамилии выигрывают футбол. Не всегда деньги играют в футбол. Вспомните Шариф, который недавно обыграл Мадридский Реал. Всякое бывает. Нильс Эрик Йонсон написал, боюсь, что у нас мало шансов обыграть Зенит. Эта команда сильнее нас. Это касается и состава, и уровня игры. Мы уступили Ювентусу в три мяча, а Зенит почти сыграл в ничью с Челси в Лондоне. Ну, к сожалению, почти не считается, хотя, с другой стороны, Зенит был действительно очень хорош в Лондоне и достойно бился против такого опасного соперника. Ева Андерсон написала, уровень игроков у нас совершенно несоизмерим. Состав Зенита дороже нашего в шесть раз. У них в составе есть два игрока, вызванных в сборную Бразилии. То есть Клаудинью и Малком. А наши футболисты даже в шведскую сборную почти не вызываются. Ну, кстати, все-таки некоторые из Мальми вызываются в национальную команду Швеции. Магнус Холинстрем написал, Зенит за последние три года потратил на трансферы больше, чем вся шведская лига за всю свою историю. Сложно противопоставить богатой команде, которую поддерживает спонсор лиги чемпионов «Газпром» наш коллектив. Ну, посмотрим, опять же, как я уже сказал, не деньги играют в футбол, всякое бывает. Конечно, мы будем надеяться на победу Зенита, но недооценки вот этого соперника, Мальмю, не должно быть ни в коем случае. Йонатан Магнусен написал, в нашу команду мало кто верит, но я думаю, что у нас есть шансы. В прошлом сезоне мы обыграли чемпионов Украины. Почему бы в этом году не обыграть российских? Уровень этих чемпионатов примерно одинаковый. Ну, не согласен, что уровень одинаковый, но с другой стороны, действительно, в прошлом сезоне киевская «Динамо» была обыграна Мальмю. Ну и Пол Лунквист написал, «Зенит сейчас играет в три центральных защитника. Наша атака не сможет вскрыть такую плотную оборону, где есть звезды уровня Ловрена. Ну а в атаке у россиян есть звезды вроде Азмуна, Малкома и Дзюбы. Боюсь, что исход матча предрешен. Тем более, что игра будет в России». Ну, посмотрим, как сложится данная встреча. Будем болеть за «Зенит» и будем ждать долгожданной победы нашей команды в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. А то давненько уже этого не было. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Пока.